Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по сложным, трудным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от отрывка из Евангелия от Матвея, это 22 глава со 2 по 8 стих и 13 глава 44 стих, мы попытаемся рассмотреть такой вопрос. Почему нельзя быть мелочным? И что означает мелочность в жизни христианина? Надо сказать, что все религиозные нравственные деяния приобретают свое качество и ревность, дерзновение от той цели, к которой мы стремимся. Например, мы христиане называем себя христианами, потому что мы стремимся ко Христу. Так вот, мелочность – это означает боязнь высоты цели, отказ следовать непосредственно за ней, за целью, когда человек отвлекается на какие-то не столь существенные моменты в его жизни. И мы с вами знаем, что так как Бог является причиной сотворения этого мира, его существования, он является и конечной целью. Люди отвлекаются от главного, концентрируют свое внимание на второстепенном и, получается, что действуют без учета главной основной цели. Теперь мы прочитаем те отрывки, которые я уже обозначил. Первый отрывок – это Евангелие от Матфея, 22 глава, со 2 по 8 стих. «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав, скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено, заколото и все готово, приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши-то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов, его оскорбили и убили их. Услышав о всем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц он их и жег город их. Тогда говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званные не были достойны». Царь – это бог-отец. Сын царя, для которого делается брачный пир, – это образ бога-сына. Званые – это еврейский народ. Потомки патриархов, Авраама, Исаака, Иакова, царей, Давида, Соломона, пророков, Исаии, Ильи, Эзыкия, Иеремии. Но мы видим, что проблема этих людей заключается в том, что они устранились от главной цели. Они стали обращать внимание на мелочные вещи по сравнению с целью. Кто-то купил поле, кто-то купил валов, и они даже высказывали раздражение по поводу того, что их отвлекают от того, что не может занимать первостепенное значение в нашей жизни. Ведь если говорить о божественном, о Боге, то о нем сказано, что мы им живем, движемся и существуем. И тот человек, который выстраивает правильную иерархию ценностей и не забывает о том, что должно стоять на первом месте, а что на втором, на третьем и четвертом, тот поступает разумно. Прочитаем другой текст. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 19 по 21 стих. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Мелочное – это прежде всего земное в его сравнении с небесным. И когда мы отвлекаемся на земное, временное, приходящее, то, что истлевает от употребления, как сказано в Библии, мы поступаем неразумно, мелочно. И напротив, выстраивая правильную иерархию ценностей, мы действуем благоразумно. Например, первоверховный апостол Павел, это его посланник филиппийцам, 3 глава, 8 стих, пишет, «Да и все почитаю тщитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего, для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, то есть за мусор, чтобы приобрести Христа». Здесь мы видим, что апостол Павел выстроил правильную иерархию ценностей в своей жизни. Он не отвлекается на то, что приходящее временно. Он не впадает в мелочность. Святитель Игнатий Бричанинов в своем Отечнике предлагает нам такой пример. Говорил некий старец, «Часто случается, что иной делает много добра, но дьявол влагает в его сердце мелочную расчетливость в ничтожных вещах, чтобы похитить у него ту награду от Бога, который заслуживал бы он за свое дело». Однажды, когда я был в Аксиринхе и сидел в гостях у некого пресвитера, рассказывает старец, подававшего много милостыни, пришла к нему вдова и попросила немного пшеницы. Он сказал ей, «Пойди, принеси четверик, я отмерю тебе». Она принесла. Он, смерив рукой четверик, сказал ей, «Слишком велик». Эти слова заставили вдову покраснеть. Когда она вышла, я спросил его, «Ава, ты дал вдове пшеницы взаймы или нет?» Он ответил, «Нет, подарил». Если ты все отдал даром, то для чего позволил себе в мелочи быть расчетливым и привел вдову в смущение. Вот здесь мы имеем пример. Казалось бы, человек делает хорошее дело, помогает вдове, но в то же время он проявляет мелочность. Казалось бы, совершенно излишнюю в такой ситуации, если ты что-то жертвуешь, зачем соизмерять это с чем-то? Ведь когда мы говорим о действиях Бога, сказано, что Бог не мерою дает нам Духа, не мерою, не отмеряет, а весь Христос стал жертвой за наши грехи и преступления. Дух Святой весь стал милостью для народа Божия, проявлением любви лиц Святой Троицы, как апостол Павел и писал, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. Поэтому будем стараться, не проявляя мелочность, прежде всего выстраивать правильную иерархию ценностей, что для нас на первом месте, что на втором, а что на третьем и на четвертом, дабы не отвлечься от главной цели. И не на земле богатеть, а богатеть в Боге, ибо где сокровище твое, там и сердце твое. Или оно на земле, в банке, или на небесах у Господа. Итак, друзья, сегодня мы рассмотрели очень важный вопрос, почему христианин должен избегать мелочности в своих деяниях. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о наших беседах. И берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...